Спусковым крючком послужило те лживые обвинения Федорова Евгения Алексеевича в адрес Николая Николаевича. Он его называл на полях интернета шпионом, сепаратистом, лживо обвиняя его в этом. Это просто иностранный агент, шпион, который на территории России осуществляет ее ликвидационные мероприятия. Десантник США, как мы его называем. Он в суде теперь должен предъявить либо документы, либо признать, что он оклеветал честного и порядочного человека. То есть мы подали исковое заявление немножко с задержкой. Мы искали адрес, по которому можно было подать в суд. И вот, как я уже говорила, что адвокат позвонил ему на сотовый телефон, задал ему вопрос, по какому адресу подавать исковое заявление. Он ответил, что по адресу Госдумы. И в пятницу было подано исковое заявление по гражданскому делу о клевете в адрес Федорова, депутата Государственной Думы. Нет, мы подаем на гражданина только по адресу Государственной Думы. Мы же не знаем, где. У него есть недвижимость в Калининграде, у него есть недвижимость в Москве. Мы не знаем его адрес регистрации. Обычно подаются гражданские дела по адресу места регистрации. Мы его не знаем. Нами оно не установлено. Поэтому мы задали ему прямой вопрос, по какому адресу подавать заявление, в какой суд. Он нам сам ответил, подавайте по адресу Госдумы в Московский, по-моему, это Тверской суд. Что мы и сделали. Ну, дело в том, что мы подавали заявление в МВД Российской Федерации на адрес Колокольцева. Да. Заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, в данный момент это заявление еще в стадии рассмотрения находится. Такое заявление было подано сразу после ареста Николая Николаевича, еще в июне месяце. Но пока ответа по нему нет. Поэтому и было принято решение, что подать гражданский иск о клевете. Субтитры создавал DimaTorzok